Привет, с вами Фёдор и канал Криптокса. И сегодня я расскажу, как из видеокарты AMD Polaris это вот эти вот, выжать максимально возможный хешрейт. И расскажу я это на примере RX 480 на 8 гигабайт. И первым делом я должен бросить в вас один огромный такой и жирный дисклеймер. Видеокарту я тестировал 25 июля, а сейчас уже середина августа. И за это время доходность майнинга увеличилась в 2,5 раза. Поэтому мы с вами сегодня сконцентрируемся на хешрейте, который не меняется, и на энергопотреблении, которое тоже не меняется. А сумму в рублях вы можете посмотреть на странице лучшие видеокарты для майнинга. Там всегда самая актуальная информация. Ну и вернемся к тестам. Я взял RX 480, 8-ми гиговую, от MSI линейки Gaming. Хорошая, тихая и производительная видеокарта. Абсолютно стоковые настройки. Просто воткнул ее в компьютер, установил драйвер и больше ничего не делал. Ужасные 10 мегахэш в секунду и 100 ватт энергопотребления. Хешрейт абсолютно ужасный. Он должен быть минимум в 2,5 раза больше. Поэтому я иду в настройки видеодрайвера и ищу там режим вычислений. Ну и включаю его. Если у вас несколько видеокарт от AMD, то проделать такую процедуру нужно последовательно для каждой из них. Так вот, режим вычислений и стоковые настройки. Получается 26,6 мегахэша в секунду и 130 ватт энергопотребления. Из видео про основы разгона видеокарт мы с вами знаем, что монета эфириум очень любит частоту видеопамяти. Поэтому я немного сбавляю ядро и накидываю память до 2175 мегагерц. На всякий случай напоминаю, что разгон это всегда лотерея и 2175 мегагерц это максимальный предел, на котором моя видеокарта работает стабильно. У вас будут совершенно другие цифры. У кого-то все прекрасно работает на 2250, а у кого-то на 2100 уже возникают проблемы. Разгон это всегда лотерея. На таких настройках получаем почти 29 мегахэш в секунду и 130 ватт энергопотребления. Хэшрейт уже довольно хороший, но энергопотребление слишком высокое. И его мы с вами можем совершенно безболезненно понизить. Для этого заходим в MSI Afterburner и понижаем там напряжение видеоядра у нашей видеокарты. Конкретно моя видеокарта абсолютно стабильно работает на 950 милливольт. Но у вас могут быть опять же совершенно другие цифры. У многих получается выжимать 900 милливольт или еще ниже, но моя карта уже начинает капризничать. И теперь после даунвольта у нас остаются все те же почти-почти 29 мегахэш в секунду, но потребление падает до 95 ватт. И теперь настало время для самого интересного. Таймингов видеопамяти. Раньше мы с вами правили тайминги через редактор биоса и прошивали измененный биос в нашу видеокарту. Об этом, кстати, есть отдельное видео на канале Криптекса. Но сейчас можно сделать все намного проще. Достаточно ввести всего лишь пару волшебных слов. Открываем Криптекс в ПРО режиме, заходим в настройки и ищем раздел аргументы майнера. У нас на сайте есть замечательная статья, объясняющая какие аргументы поддерживаются и как их можно настроить. В этом видео мы с вами сконцентрируемся на практике, то есть на результатах. Наилучшего результата у меня удалось добиться комбинацией абсолютно всего. Разгон видеопамяти до 2175 МГц, даунвольт до 950 мВт, также опция Strap 2 и опция RX Boost. С такими настройками у меня получается 32,8 МГц в секунду и энергопотребление 100 Вт. Для этого видео я специально в своем компьютере оставил две лишние видеокарты. GTX 1660 Ti и P10690. Опция RX Boost поддерживается только видеокартами от AMD и Nvidia просто-напросто игнорируется. Поэтому мы с вами можем просто прописать RX Boost 1 и опция применится только к тем картам, которые ее поддерживают. Ну а 1660 Ti не поддерживает вообще никаких опций, ни Strap и ни RX Boost. Поэтому она будет игнорировать абсолютно все опции, которые вы пропишите. А вот P10690 прекрасно поддерживает страпы. И что делать, если у вас одна видеокарта нуждается во втором страпе, а второй он не нужен совсем или нужен какой-то другой. Например, Strap 1. Поэтому я прописал Strap 2,0,0. При таких настройках первая видеокарта, то есть RX 480, получит второй страп, а остальные две видеокарты получат нулевые страпы. То есть никаких. Пишите в комментариях, какой хешрейт вы смогли выжать на своих видеокартах. Ставьте палец вверх этому видео, подписывайтесь на канал и скачивайте Cryptex по ссылочке в описании. Потому что сейчас доходность выросла во много-много-много-много раз. И самое время майнить. А если я поцарапался видеокартой, мне передадутся ее суперспособности? Можно ли будет на мне майнить? Эх.